мир вам вот так знаете друзья этот столом меня просто он я живу этим самым хвали душа моя господа дорогие мои я за две недели вот ездил надо было ездить и я включал псалмы это салон был у меня номер один и тысячу мая вам надо было ехать и знаете переживаешь благодатью божию я хотел просто задать вам вопрос сегодня утром вы проснулись кто вас благодарил бога что он устал утром дорогие мои мы должны каждый день благодарить нашего бога не ждать потому что завтрашний день не в наших руках ты можешь лечь и жатва пришла твоя и с какими снопами ты придешь вот я сидел с братом беседу гру если мы придем снопами у нас будут пшеница а если плевел мы несем плевел у нас очень много да вот давайте мы посмотрим что у нас растет внутри у нас плевел растут мы вырабатываем плевел или нет если первое если мы недовольны на церковь и ум мы по мою пшеница не плевел и мы недовольны на пастора мы шо мы пшеница не плевел и дорогие мои это очень больно когда ты называешься христианином и слово божие не хочешь читать но я хочу прочитать несколько мест еще написание время идет ну я чуть-чуть может чуть-чуть перешагну знаете мало я не знаю вас читать эти места меня не станет такими любезными экклесиаст двенадцатая глава мне он этот эта глава у меня стала близкая и родная эта глава стала потому что знаешь куда ты странишься куда ты идешь и наблюдаешь за собой наблюдаешь за другими желаешь чтобы правильно было и вот если первым я буду выборочно начинать дорогие мои но первые стихи говорят так и помни создателя твоего в дни юности твоей доколе не прошли тяжелые дни и на наступили годы о которой ты будешь говорить нет мне удовольствия в них дорогие мои этот стих о многом говорит если вникните помни создателя твоего в дни юности твоей это говорит уже и пожилым средним годам но я хочу молодым задать вам сказать а вы должны прожить так чтобы вам в средних годах или в старости чтобы вам было легко потому что чтобы вы не сказали как вот написано и наступили годы о которых ты будешь говорить нет мне удовольствия в них дорогие мои я встречал таких людей когда люди лежат на одре и говорят я прожил нет мне удовольствия в этих в этой жизни вы понимаете это это жатва приходит мы говорим об этой жатве но я хочу сказать о той жатве когда ты пристанешь пред господом и с каким букетом ты придешь богу там ты не будешь оправдываться господи там пастор не так на меня посмотрел пастор меня по плечу ударила я обиделся там или пойдешь направо и пойдешь налево дорогие мои переход очень быстрый вот так проходит как мгновение окра и ты находишься там что ты заслужил я вам много раз говорил и говорю это никогда не забудется когда сказал ангел пусть идем и ты пошел там немало время думать и только посмотрел ты в белом чистый и ты уже идешь знаешь и ты видишь куда идешь направление ты видишь город тот все но канал тебе город вернешься назад больно и вот этот это глава я подружился стада с этой главой и сказал теперь надо жить дальше и говорить людям а вот 13 стихи говорят такие слова выслушай и насущность его бойся бога и заповеди его соблюдай то что братья говорили раньше бойся бога и заповеди его соблюдай потому что в этом все для человека человек на земле живет и бог дал эти заповеди братья за мир перед земной говорили об этом и в 14 город и во всякое дело бог приведет на суд и все тайное хорошо ли оно или куда вы представляете себе будет жатва будет суд римлянам римлянам говорят такие слова 2 16 в день когда благослованию моему бог будет судить тайные дела людей через иисуса христа и если взять еще к римлянам и если взять еще к римлянам говорят такие слова 5 10 ибо всем нам должно явиться предсудилищем христовым чтобы каждому получить соответственно тому что он дел живя в теле доброе или худое не говорит разница какой возраст у вас каждому придется дать отчет не пред братом пред богом я как сказал оправдание не будете иметь там сразу уже идет определение ибо всем нам должно явиться пред суди ищим христом чтобы каждому получить соответственно что ты делал дорогие мои ничего не чистого и прыганой мерзости туда не войдет туда не войдет туда не войдет я пошутил а я маленькую неправду сказал а я обманул пастыря а я обманул дорогие мои а я церковь обманул пред богом суд запомните в этом будет бог судиться я знаю я знаю я встречался с одними братьями и там молились за одного и бог говорит не молитесь он обманул мою невесту он поступил вероятно с моей невестой и теперь я имею с ним дело я с ним всю жизнь здесь на земле бог дал ему шанс судиться на земле с телом этим чтоб он покаялся чтоб как из головня был спасен но не всем дает такой момент жатва божия она здесь предверях дорогие мои жатва господня она предверях бог говорил буду забирать и молодых и юноши и детей и старых и всех и я хочу задать вопрос готов ли ты переходу ты даешь гарантию что ты доедешь сегодня до дому я не пугаю мои дорогие я говорю эти вещи которые я встречаюсь я говорю эти вещи которые звонят прозят молиться и господь мне говорит ты говори народу а он пускай слушает чтоб он не имел оправдания что нам никто не говорил дорогие мои мы проследим свою жизнь в мире ли я с кем то может бог еще даст шанс примириться это будет благословение большое для вас это будет большое благословение но когда ты переходишь в вечность и ты боишься смерти задумайся задумайся я скажу не так давно в прошлой неделе я был на похоронах потом неделю раньше я был свидетель там где дети просили у родителей прощения это понимаете это было очень состояние такое мы я молился господь дай победу этим людям и бог давал победу понимаете бог давал победу этот человек который бог положил ее на она полежала неделю может неделю и два дня для того чтобы дети могли прийти и покаяться перед ней у нее печень рак съел полностью печень но она была в своем разуме она узнавала всех узнавала про внуков внуков ей было 90 с половиной лет и она в своем разуме благословляла кто просил у нее прощения она ставила руку и благословляла я отпускаю я хочу чтобы вы ничего не имели на меня дорогие мои не надо ждать не надо ждать и я еще такую мысль сказал не надо быть лукавыми на земле живя мы люди лукавые мы люди почему я сейчас объясню когда в гробе человек лежит мы за него говорим что хорошее плохое плохое ничего хоть не хотим говорить то ты за человека говори хорошее когда он живой чтоб он услышал чтоб он молился за тебя а мы лукавим мы за него когда он живой говорим всегда плохое грязное все минусы его а все плюсы мы оставляем на похорон когда он будет в гробу мы тогда скажем его все плюсы хватит лукавить а тогда уже другой вопрос знаете это очень важно нам нужно быть чистыми я всегда я призываю примиритесь пока дыхание у вас есть пока вы дышите чтобы нам не застал чтобы нам войти в город вратами и хвалить нашего господа пусть боже благословит вас боже вам благословение аминь не застал да и там Продолжение следует...